Грег Иган 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 про публичное выступление. Мы стараемся выдерживать баланс между лучшими лекторами и новыми лекторами, и именно работа с молодыми лекторами, которые никогда не выступали до, и являются главной миссией нашего проекта. Для этого мы делаем четвертую лекцию для лекторов. Мы не смотрим ни на какие регалии или ученые степени. Мы правда хотим делать качественный контент, чтобы люди смотрели видео с собой, думали такие, вот, я молодец. И зрители, чтобы смотрели и думают, молодец. И мы проводим несколько репетиций перед лекцией для этого, помогаем с улучшением презентации, текста. Некоторым лекторам рекомендуем поменять тему или поготовиться подольше. И все вопросы обычно решаются простым голосованием. Правила едины на всех. Я тоже хожу на репетиции, переделываю презентации, все такое. Залы ограничены, интернет безграничен, поэтому мы снимаем видео наших лекций и выкладываем их на YouTube под лицензией Creative Command. Также мы закопил левт в отношении всего, что производим. И если вам нужно, вы можете попросить у лектора текст лекции или презентацию для того, чтобы использовать ее в своих учебных процессах или выступить где-то в другом месте. обычно мы полностью не против. Дав человеку рыбу, как вы, наверное, все знаете, можно накормить его на день. И если дать ему удочку, то подразумевается, что он прокормит себя на всю жизнь. Истинная цель нашего проекта — сделать блюпринт, рецепт, четкие инструкции, по которым энтузиасты в других городах смогут открыть свои лектории. Мы хотим научить людей делать удочки для того, чтобы изменить жизнь в своем селе. И, сделав один эвент, мы приносим в мир х пользы. Если мы сделаем серию мероприятий, то мы принесем х, умноженное на n пользы, где n — это количество проведенных мероприятий. Если мы откроем лектории в других городах, которые будут проводить свои мероприятия, мы принесем х, умноженное на m пользы. Произведение трех чисел — очень большое число, вы знаете это. В этом году у нас наполеоновские планы по открытию 15 на 4 в других городах. И по состоянию на январь 2016 эвенты 15 на 4 проходят в Киеве и Харькове. И уже сейчас мы работаем с организаторами во Львове и в Одессе. И там очень хорошие инициативные ребята. И, скорее всего, наши эвенты будут проходить уже весной во Львове и Одессе. И сейчас мы ищем волонтеров в Днепропетровске, Минске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Москве и других городах. Если вы хотите помочь с организацией 15 на 4 в своем городе, даже если вы думаете, что ничего не умеете, напишите мне. Если вашего города нет в этом списке, но вы все еще хотите, напишите мне. Обычно нам нужны видеооператоры, фотографы, ответственные организаторы, контент-менеджеры социальных сетей и просто эрудированные ребята, которые готовы помочь лекторам с лекциями или стать лекторами. Если вас нет в этом списке или вашего города нет в этом списке, но вы все равно хотите помочь, все равно напишите мне. Команда 15 на 4 сейчас составляет уже более 30 человек и более 70 лекторов. И она разбита на множество более маленьких подкоманд. Некоторые из них занимаются проведением самих эвентов, некоторые помогают ребятам, занимающимся проведением эвентов. И вот это список команд очень условный, который у нас в целом есть. Есть ребята, которые занимаются дизайном, они рисуют полиграфию и интернет-графику для всех эвентов, не только в своем городе. Точно так же есть ребята, которые администрируют наш YouTube-канал и в целом делают все, чтобы наши видео становились лучше, помогают операторам в других городах. Есть ребята, которые ведут наши аккаунты в соцсетях, об этом еще позже расскажу. Есть замечательные ребята, которые сейчас делают наш сайт, о нем тоже расскажу чуть позже. И есть ребята, которые делают мерч. Мы вот сейчас спонтанно собираемся, мы хотим сделать футболочки, мы хотим сделать много разного. Сейчас у нас есть ручки, значочки и прочее. Кто не видел наши ручки, они у нас очень веселые. Мы сделали, у меня нет тут на столе, бумажные эко-ручки, да, это весело. И последние ребята, это как раз ребята, которые проходят эвенты. Вот это вот минимальный набор людей, которые нужно, чтобы провести свой эвент. Это ведущий, который выходит сюда на сцену и говорит, привет, ребята, у нас тут 15 на 4. Это техник проектора, который сидит вот там. Давайте похлопаем к автонову. Техник проектора выдал мне вот эту штуку, включил мою презентацию на экран, и если что-то ломается, быстренько это чинит. И это видеооператор, который снимает все эти эвенты и в результате монтирует видео. Это пример минимально необходимой команды, пример типичной команды, которая проводит эвент 15 на 4. Примерно вот такой. Это ведущий. Это человек, который встречает лекторов, потому что обычно ведущий не успевает, а приходит много желающих записаться в лекторы. Это человек, который помогает лекторам с презентацией. Кто-то шарящий в биологии, кто-то шарящий в физике. Техник проектора, к автонову все там же. Обычно есть вконтакт-менеджер для ВКонтакта и контент-менеджер для Фейсбука, просто потому что как-то так получилось. Мало людей, которые одновременно хороши в каждой из соцсетей. Кому-то нравится одна, и он там живет. Сейчас мы постепенно раздупляем наш Twitter и Instagram и ищем Twitter, Instagram и репортера. И там еще длинный список таких же людей, которые тоже помогают в организации эвента. Он, я думаю, еще на один экран был бы. И деление на эти команды условно. Все наши чаты открыты. Можно перебегать туда-сюда, пробовать себя во всем подряд. Можно съездить в гости в другой город в 15 на 4, помочь им там помешать в чем-нибудь. И в работе мы придерживаемся следующих ценностей. Чем больше людей участвует в процессе, тем меньше нагрузки ложится на каждые конкретные плечи. Поэтому обычно мы ищем новых людей и пытаемся их как-то интегрировать в наш процесс. И замкнутые специализированные команды там по 5-10 человек обычно лучше больших долгих комитетов. Поэтому мы скорее находим энтузиастов и позволяем им делать то, что они хотят делать сами. Большой корабль не должен тонуть, даже если получит несколько крупных пробоин в борту. И мы стремимся, чтобы все люди в рамках 15 на 4 были взаимозаменяемы. И для этого мы делимся своими знаниями. Показываем, что мы делаем, учим других делать так же. И 15 на 4 для нас это не работа, для нас это смысл жизни. И поэтому мы пытаемся получать от этого проекта только удовольствие. Как нас найти? Все, что мы пишем, мы пытаемся подписывать этим хэштегом. Раньше мы использовали еще хэштег 15 на 4 Talks. Сейчас мы решили его сократить. У нас есть наш YouTube, на котором у нас уже почти сотни лекций. Мы не собираемся останавливаться. У нас есть наши группы ВКонтакте и Фейсбуке. Есть специальные группы для анонсов ивентов. Это группы для всех новостей. Вы в шапке найдете более подробное описание. Наш Twitter, Instagram, честно говоря, пока пустоват. И мы сейчас как раз ищем во всех городах ребят, которые с удовольствием готовы ввести микроблог на наших ивентах. И сейчас мы заканчиваем сайт 15 на 4.org, на котором в более удобном виде, чем на Фейсбуке, можно будет смотреть все наши лекции с сатировкой по категориям, в подборочках, прочее, прочее. Религиозный опыт. Возвышение, которое верующий человек испытывает в храме, не магия и не свойство Бога. Это чувство, доступное каждому, кто следует избранным идеалам. В японском языке есть термин икигай, означающий ощущение собственного предназначения в жизни. То, что заставляет просыпаться по утрам. Наука и образование — моя религия, мой икигай. То, что заставляет меня просыпаться по утрам, то, что дарит мне смысл в жизни. Я приглашаю каждого из вас в этот храм. Спасибо. Вы в своих лекциях собираетесь больше ориентируетесь именно на младшего научного сотрудника, который читает википедии. Вы случайного человека с улицы, который просто зашел, и мне нечего делать. Мы стремимся делать разные лекции. Мы стараемся смотреть, чтобы одна из лекций каждый день была интересна младшему научному сотруднику, который прочитал всю википедию и теперь хочет больше и глубже. Одна из лекций была полезна тому человеку, кто будет выступать, и две лекции были понятны просто всем. Обычно нам удается придержаться этого правила, мы делаем исключения. Но вот такая цель. На самом деле, если у вас есть какие-то вопросы ко мне... Да? Зачем вы идете в российские города? Это очень хороший вопрос. Дело в том, что 15 на 4 сильно аполитический проект, и мы не идем в российские города. Мы по умолчанию считаем, что мы обычный всемирный проект, как все всемирные проекты. То есть мы не переходим через какую-то границу, мы уже существуем в интернете без границ. И у меня много людей, много друзей. И это не друзья из России, друзья из Украины. Это мои друзья. Мы просто не ставим себе этот вопрос. Мы не говорим, вот мы идем в Россию. Мы просто открываемся в следующем соседнем городе. Спасибо. Спасибо.